всем привет с вами галина рада приветствовать вас на своем канале вода с дровами у нас покончено все дрова поколоты и сложены и следующей зиме мы готовы вот так муж уложил все дрова плотненько чтобы они у нас влезли дров было много в этом году мы покупали 13 кубов здесь три ленты муж сложилась сейчас вам покажу здесь три ленты и здесь полный завал короче древотню мы дровами в этом году завалили здесь 7 лет 2 4 6 7 вот эта седьмая лента муж тоже ее доложил до самого верха конечно же дрова у нас еще остались из прошлого года здесь наверное 4 ленты вот так в длину в общем зимой нам следующий будет тепло мы с дровами ну а сейчас начинается посевная наши огороды досыхают было болото лужи стояли скоро будем все эти огороды ну а пока вот так вышло вам поснимать нашу работу вернее работу моих мужичков ну и конечно же никак не могло обойтись без моего помощника мой сынок мой младший сын который приезжал каждые выходные помогал папе своему моему мужу все это колоть и складывать помогал чем мог мы вместе и пилили дрова и их слаживали в такие ленты как вы могли видеть по прошлым видео роликам также мы вместе с папой их кололи кололи усердно занимала все выходные все наше свободное время потому что нам нужно было их всех пока все поколоть потому что по объему их было достаточно много вот так же одновременно мы кололи и складывали даже по большей части папа складывал потому что ну я в другом городе работал вот сейчас они работают сейчас в армии ухожу вот и по большей части папа складывался эти дрова сложены дрова идеально ровно плотно никаких дырок выборим от каких-то там отверстий нет причем плотника так все сложил как это говорится укомплектовал сложил он так чтобы дрова не попадали именно чтобы сама лента не опрокинулась ни туда ни сюда конечно же я так идеально сложить не смогу потому что нет такового опыта потому что я как-то несколько лет назад вместе со своим старшим братом складывали дрова по моему здесь и по моему мы две ленты сложили и все это рухнуло все это рухнуло то есть у нас были такие вот дырки все это рухнуло теперь папа или мой муж не доверяет складывать дрова он сам складывает у него конечно же это лучше получается ну вот и когда он складывал я ему здесь он и подпер когда он складывал я ему говорил давай я буду помогать и складывать нет я тебе не доверяю но я ему помогал как мог подавал ему дрова здесь были тут куча была и там была куча помогал чем мог даже когда он складывал но сегодня сынок здесь подгреб все все чистенько немножко конечно щепки остались это все ерунда там тоже веточки все это поубирается здесь малина моя освободилась ой соседский забор все разваливается рушится но мне осталось еще здесь все вот это прибрать сухую малину всю вот эту я потом возьму грабли все это повыгребаю траву порву все почищу малина у нас попускала уже листики вот такая красота юлька наша ходит то наша кошечка июлька июлька а вот и ищешь у нас сейчас начинаются котячьи свадьбы на каждом заборе сидит по 10 котов бегут со всех улиц к нашей невесте да июлька ты наша невеста суженая ряженая бегут со всех улиц весна и наверное наша юлька скоро принесет нам приплод юлька а июлька мы ее назвали июлькой потому что мы ее нашли когда-то в глухом лесу ехали к сестре в гости к родной в резкую область где я когда-то жила и остановились мы устало сфотографироваться и с лесу к нам выбежали два котенка рядом ни деревни не было ничего глухой лес и выбежали к нам два маленьких котенка мы забрали конечно же с собой не дали им погибнуть кота взял сын но эту кошечку взял за взяли мы и вот так уже четыре года она с нами живет вот куда она залезла к соседке за забор рушатся все заборы здесь когда-то бабушка жила старенькая и вот этот дом наверное уже лет пять назад купила одинокая женщина которая тоже эти заборы не может промотировать хотя у нее есть два сына взрослых которые приезжают к ней конечно же только за за готовым урожаем по осени говорится ну конечно немножко помогают но заборы никак не могут сделать на все денег не хватает поэтому вот как-то так получается что приходится смотреть на вот это все безобразие нарушившие заборы но я вам сейчас покажу кое-что но я пришла вам кое-что показать первую очередь покажу нашу черешню она уже расцвела я деревья побелила все вот такая красота у нас это сладкая черешня которую мы вдвоем прошлом летом кушали с птичками ягодки вернее очень вкусные приторно-сладкие вот такая красота и 2 деревца тоже тоже все расцвело а я люблю такую пару года когда все расцветает но что я хотела показать это то что соседка все таки начала разваливать свой забор наконец-то здесь забора не будет все заборы попадали рухнули и они решили их полностью убрать ну а с той стороны вон там впереди они загородили сеткой от соседа потому что бегают собаки вот так ну а у нас скоро яблоньки зацветут вот такие бутоны попускали сейчас у нас вечер восьмой час вечера я хожу брожу по огороду сын там убирал древотни я вам решила показать что у нас сегодня происходит вчера у нас были проводы провожала я своего сына в армию сделала небольшой стол как смогла ну а послезавтра сынок мой едет на инструктаж военкомат а в четверг будем его провожать в армию поедет служить ну вот такой видео обзор вам хотела показать наконец-то у нас здесь не будет вот этих заборов они у нас не будут падать на наши огороды ну а огород покажу свой он у нас уже почти подсох не знаю даже какое-то лекарство кто-то кинул бутылочка лежит непонятно чего но это точно не наша видно соседка кинула огороды наши подсохли я сейчас вам по пути и покажу еще свой лучок раз уж я вышла на огород взяла с собой телефон чтобы вам что-то поснимать вышла в тапочках галоши не одевала но по-моему я не проваливаюсь вот посмотрите какая у нас земля здесь лужи стояли это разора все позеленело вон посмотрите что все зеленое хожу нормально здесь у нас чеснок был вылазил а вот это мой лучок не знаю видно сейчас или нет сейчас вечер еще раз покажу вам свой луканзур который попускал бутоны это гибрид лука чеснока вот так сейчас выглядит на сегодняшний день моя грядка с чесноком муж порыхлил чесночок повеселел земля очень тяжелая битая а вот так выглядит одна грядочка у меня с луком который я садила на зиму как вы знаете даже проваливаюсь немножко земля очень сырая поэтому огорода мы еще не садим пройдусь или нет или провалюсь в тапках вышло вышло на 5 минут а уже брожу по огороду наверное полчаса а вот эта грядочка у меня с луком в тройградке вернее все надо рыхлить но здесь очень-очень сыро поэтому я сюда пока не лезу и лук мой еще вылазит поэтому я его пока еще не трогаю но рядочки уже видны не знаю может быть еще здесь мне придется досаживать лук потому что есть вот такие вот пустые места пробелы ну пробелы или он еще вылезет или уже не вылезет здесь вот тоже еле-еле пробивается ручок а здесь все пусто здесь тоже вот посмотрите еле-еле понаклевывался здесь тоже пусто здесь тоже он вылазит я пока не трогаю эти грядки жду пока они зайдут вернее зайдет мой лучок здесь тоже все слилось здесь стоял стояло озеро воды тоже лучок здесь тоже все пусто ничего нет ну у нас потеплело не так давно но наверное дня 3 уже стоит ну тепло 19-18 градусов тепла поэтому ждем пока еще наш лучок зайдет вот так вам показала немножко свой огород обзор своего огорода что у меня происходит огороды мы не пашем там соседка навоз уже развозит а у нас еще лежит муж сарая выкинул кучу навоза все еще лежит уборки еще полно ой не знаем за что браться здесь у нас солома еще тоже убирать надо тентом накрыто было два тюка один тюк закончился вода стоит на тенте вот так ну а деревья зацветают весна в полном разгаре показала вам немножко свой огород и вернулась я снова в древотню у нас здесь вот такие пеньки стоят где мы отдыхаем каждый вечер сынок сидит я вышла его поснимать когда он здесь работал правда не успела сидим с сыночками отдыхаем ну что ты мой сынок скажешь ну что я могу вам сказать меня забирают в армию я уже настроился готов как физически так и морально вот еще хотел бы сказать по поводу дров по поводу всего наша семья дружная сплоченная если бы наша семья не была сплоченной всего бы этого не было так скажем мы друг другу помогаем даже та же самая мама хоть она и ходила и снимала как мы и рубаем дрова и все она тоже хоть немного но помогала вот так же так же хотел бы сказать что не забывайте про своих родных близких тоже им нужно помогать вот так же ставьте лайки подписывайтесь на мамин канал пишите свои комментарии а так же нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать все самые свежие видеоролики на мамином канале и увидимся через полтора года всем пока 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 пока